Вскоре Беларусь ждет референдум. Люди будут голосовать за или против поправок к Конституцию. Процесс будет похожим на российский, когда все поправки объединят в один вопрос. Президент Лукашенко недавно высказался о предстоящем референдуме. Референдум не за Лукашенко. Что ж, вы должны понимать, что если люди не будут голосовать за поправки к новой Конституции, то эта авторитарная Конституция остается. Не только Лукашенко. Об этой Конституции будет мечтать каждый президент, сказал Лукашенко. Полномочия президента действительно огромны, но вы все поручили мне, и за все я должен нести ответственность. Заметил Лукашенко. Может и так, но человек не может целую четверть века все нести на себе, добавил он. По словам главы белорусского государства, в настоящее время невозможно сказать, кто может заменить его в будущем и какие цели он будет преследовать. Что, если придет предатель? Сейчас много ораторов. Они придут, они вам пообещают, хотя общество, очевидно, изменилось, но все же. И когда они придут, они разделят собственность на части, которую выстерегли, как зеницу ока. Вы хотите, чтобы бандиты пришли к власти? Чтобы в их руках была собственность? Так что ждите изменения политического курса через пять лет, сказал Лукашенко. По словам президента, ситуация сейчас не идеальная, и президент не идеален, как общество. Изменится общество, изменится структура и власть, отметил Лукашенко, напомнив, что еще до президентских выборов он отклонил две версии Конституции, поскольку в них не было внесено никаких изменений, после чего началась разработка третьей версии. По словам президента, последнее заседание на доработке Конституции должно пройти в течение недели. Проект будет доработан, после чего состоится публичное обсуждение, а затем референдум. Если вы проголосуете, будет новая Конституция. Я изложил свои опасности и предупреждения, резюмировал Лукашенко. К слову, ЕС и США ввели пятый пакет санкций против белорусского режима, после подавления политической оппозиции, после президентских выборов 2020 года, вынужденной посадки самолета Ранейр и гибридные атаки с использованием мигрантов на Литву, Латвию и Польшу. Последний пакет вступил в силу в начале декабря. Конституционный суд рассматривает ограниченные меры, введенные в отношении Беларуси, в нарушение учредительных документов ООН, как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, что противоречит пунктам 1 и 7 статьи 2 Устава ООН.